Десятки спортсменов собрались в субботу на площадке столичного торгового центра, чтобы определить сильнейшего воркаут атлета Беларуси. Как проходили соревнования и кому достался кубок, узнаете прямо сейчас. Культура уличного воркаута активно развивается с конца 2000-х годов. Все больше молодежи увлекается этим спортивным направлением. Ведь для занятий не нужно записываться в тренажерный зал или покупать дорогостоящую экипировку. Достаточно базовых спортивных снарядов, турников, брусьев, шведских стенок. Это доступно. Любой человек может в любое время года, в любую погоду выйти на улицу и позаниматься. Да, это, возможно, не очень комфортно, когда зима и так далее, но некоторые люди занимаются. Если есть желание, человек с удовольствием позанимается. Соревнования по воркауту проходят в нашей стране уже 7 лет. Программа турнира расширяется с каждым годом. В эту субботу на Кубке Беларуси атлеты соревновались в двух категориях. Это комплекс базовых упражнений и фристайл-баттлы. Всего в турнире приняли участие 20 спортсменов. Все они прошли предварительный отбор. Мы ограничили количество атлетов. У нас изначально было оговорено, что мы отберем 8 атлетов для баттлов и 12 для силового комплекса. Это связано с тем, что все же это Кубок Беларуси и уровень должен быть соответствующий. И люди, подавая заявку, присылали свое видео. Мы рассматривали, если он подходил, он проходил отбор онлайн. И мы приглашали на соревнования. Мастерство спортсменов оценивали опытные атлеты. Возглавил судейскую коллегию. Дважды рекордсмен книги Гиннеса. Многократный победитель международных соревнований по воркауту. Максим Трухановец. Сложнее всего, конечно, фристайл судить, потому что здесь очень сложно определить, кто в целом лучше. Потому что кто-то делает один элемент лучше, кто-то другой элемент. Тем более у нас нет какой-то строгой градации элементов, строгой бальной оценки. То есть это, ну, как ни крути, это все субъективно. Несмотря на то, что за кубок в Беларуси боролись только мужчины, уличным воркаутом занимаются и девушки. Своё мастерство они продемонстрировали вне программы, на показательных выступлениях. Лично для меня это как разгрузка. Как и физически даже идёшь, так эмоционально. Насчёт сложности тренировок, ну, бывает у всех моменты, когда дни идут не очень продуктивно. Бывает, когда прям вот прёт, как говорится. Но главное настроить себя эмоционально, и тогда всё получится. Все участники состязаний показали высокие результаты, но лучше всех комплекс базовых упражнений выполнил атлет из Витебска Виктор Порожинский. Молодой человек неоднократно выигрывал соревнования по воркауту в Беларуси и странах СНГ. Этим начал заниматься в далёкие-далёкие времена, в 2013 год. И у меня так это вошло привычкой, что я не могу от этого уйти. То есть я стал выступать на довольно высоком уровне, а когда выступаешь на высоком уровне, не хочется отдавать себе стал кому-то. Сильнейшим во фристайл-баттлах стал уроженец Брестской области Виталий Шабатько. По словам спортсмена, победа далась нелегко из-за очень высокой конкуренции. Турниры обалденные, уровень атлетов просто невероятный. Тут реально собрались ребята, которые с самым высоким уровнем в Беларуси. Я многих лично знаю, даже всех. Очень хорошие ребята. Следующее масштабное соревнование по уличному воркауту состоится уже летом. Атлеты поборются за титул чемпиона Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok